друзья приветствую вас всех на нашем канале всем добрейшего времени суток сегодня у нас будет серия по ремонту коробки ну коробка снегохода polaris скажем такая номинальная до коробка коробка это где скорости переключаются как раньше там но и сейчас допустим на утилях есть не механически включаться задний ход там есть понижена повышена здесь коробка это просто цепной привод соответственно чтобы увидеть дефекты нужно снять крышку поэтому когда перед сезоном вы обслужите снегоход снимите крышку коробки посмотрите состояние звезд состояние цепи состояние башмака ну и вообще как бы внешний вид в принципе если дернуть цепь можно посмотреть подшипники среднего вала промежуточного сделаны ремень вариатора сдернули цепь если вы сняли крышку принципе ничего сложного уже нет по крайней мере вы будете знать по нижнему валу там сложнее но допустим какие-то люфты можно будет увидеть не знаю конечно как но как-то наверное можно и так приступаем сейчас я снимаю крышку коробки и посмотрим что там творится как заявили специалисты которые обслуживали этот снегоход верга как что там все отлично все хорошо может садиться на снегоход и дубасить итак поехали и так чем дальше тем интереснее так колодки но как я предполагал все колодки кончились колодки но так снял крышку коробки то будете снимать пустяка резиночка стоит аккуратно с ней так коробка такая вот прям боевая еще даже не знаю что с ней так натяжник стоит новый походу самодельный звезд 19 здесь не видно крышки крышки верни коробки крышка тут варилась опять же не знаю зачем по ходу балл сюда вышел ну и судя потому что там тоже вам кота выработка так ну по крайней мере масло не текло никаких потеков не было все остальное цело да вот этот подшипник слышно на перебирает так его тоже под замену сейчас сниму натяжитель сдернуть цепи посмотрю вот этот вал подшипники если шумят то тоже под замену ну и подшипники на самом приводе снял башмак тут стружка присутствую вот он откуда вот такой паз наел значит цепи на стоит цепь похода куда звено куда звено выпало и трет тогда вот это звено действительно там что-то прилетало прямо в вал подшипник меню все остальное поставили старый натяжитель до канала цепь под замену цепь под замену так нижняя так нижняя звездочка нижняя звездочка в принципе целого почему она целая а потому что она новая вот поэтому она и цело верхняя так верхняя 19 зубов вот верхний настал кирдык видно даже выработка есть это он зубе такие вот погрызаны не ну конечно можно оставить но читают опасно короче верхняя звезда под замену нижним вставляем цепь под замену сейчас посмотрю сколько стоит запчасти может есть смысл ремень поставить вал даже не шумит люфтов нет шума нет ну так короче эти подшипники менять не буду по нижним приводом что проверить подшипники нужно его снять так вот здесь еще шимочка стоит такая дистанционная вот даже на шайбочке видно что выработка поэтому вал что-то прилетал может вал сломал вот такой вариант валер из ревущих тоже вал ломал может быть вполне если ремень как бы вопроса соскочил здесь цепь соответственно будут немножко и размолотил ладно разбираем дальше продолжаем три албаса приехали запчасти цепь подшипники так вот клипсы заказал так там еще что у нас сальники и колодки собираем так старый подшипник доx и вышибал таким ключом так с той стороны все выше здесь я крышку уже снял тканом это сальник и так сальник новый подшипник новый оригинальный здесь почистил как мог в принципе все теперь проблема опять этот вал закорячить если гусянка 2 и 6 то в принципе довольно таки легко строгим о я намучился она упирается в тоннель так здесь подшипник хороший сейчас крышку сниму смазки просто свеженько набью в принципе все все было поставил так и промежуточный вал здесь пыльнички снял смазки нет но подшипник подшипник не будет не шумит люфтов нет сейчас добавлю новой смазочки и все поставлено место новая звездочка новая цепь успокоитель оставил старый ну там коментной прорези в принципе ничего нет здесь все собрал крышки подшипник поменял сальник заменил все сейчас краешек сальника смажу маслом и собираю стал затягивать крышку коробки он зажелобился не купил ключ динамометрические и сорвал один болтик но все с помощью экстратора такой вот болтик этот вывентил оригинальный я не стал заказывать еще был здесь стоит м6 на 1 длиной 30 миллиметров прочность 8 8 купил такой же болтик метизах сейчас ставлю коробку на место вернее коробку крышку коробки болты все привинтил теперь затягиваем их с моментом 13 ньютон метров далее затягиваем цепь рукой до упора ключик где-то у меня был и на четверть оборота назад это у нас получается вот так примерно и в этом положении затягиваем контрагайку так после первой покатушки нужно будет проявить натяжку цепи потому что цепь новая так все сейчас затягиваем контрагайку и собираем дальше дальше большим количеством масла коричко смазал отдел и дистанционную втулочку тоже масло помазал снаружи чтобы сальник прошел хорошо и внутри чтобы резиновая . это резиновое коричко все сейчас тормозной диск ставим поставил тормозной диск и закручиваем этот болт с усилием 54 ньютон метра вот чтобы вал не прокручивался вот таким образом держу варварский это конечно способ варварский но по-другому мне его никак не зажать все затягиваем установил новые колодки и все супер сейчас привинчиваем с новыми колодками кстати здесь затяжка этих болтов крепежа только 54 ньютон метр все затягиваю останется качнуть посмотреть как они работают все итак по коробке все последние штрихи заливаем оригинальная масса для коробок по мануалу 266 миллилитров ну я 270 отмерил проще всего таким шприцом огромным очень удобно вот в принципе до пробки масло немножко вытекает все ставим пробку излишки масла вытрем и затягиваем в мануале написано момент с 8 до 13 11 поставил с моментом 11 затягиваем пробку по коробке все масло залито цепь натянута если нужно будет после первой покатушке и проверить натяжку до проверил на биение тормозной диск блин немножко он кривоватый есть небольшое биение ну такое маленькое если будут тормоза бить то придется уменять пока решил оставить так ну вот друзья сами вы только что увидели что творилось с коробка этого снегохода если бы я не вскрыл крышку я бы этого не увидел никогда ну потом бы где посреди архиза где-нибудь врущеет коробка бы развалилась бы вот там бы я прикурил уже итак если вы купили снегоход у вас цепная коробка не поленитесь снимите крышку посмотрите на состояние звездочек на состояние цепи на состоянии башмака состояние подшипников подшипники приводного вала посмотреть конечно можно но довольно таки проблематично а вот промежуточного вала очень просто если вы сняли крышку снимаете цепь снимаете ремень вариатора и приводной вал не приводной извиняюсь промежуточный вал крутите и все будет понятно если есть шум то соответственно подшипники на замену да можно было поставить звезду 18 зубов чтобы поменять передачное отношение ну я поставил какая была вернее не какая была заказал такую звезду которая стояла 19 зубов 18 зубову сейчас закажу пусть она лежит попробуем зимой поменяем и посмотрим что из этого поменяется что изменится поведение снегохода что еще масло в коробку залил оригинал не стал там что искать какой-то масло это замены купил оригинального масла залил канистры хватит на три замены вот один раз поменял и зимой думаю еще разочек поменяю и на следующий сезон ну посмотрим как кататься будем какие вообще как погода как политическая обстановка у нас стране будет поэтому даже что-то прогнозировать довольно-таки тяжело и сложное ну и такое дело не благодарна потому что непонятно что у нас будет завтра и так друзья на этом хочу с вами попрощаться до следующей серии кому понравилось соответственно ставим лайки ну кому не понравилось дизлайки не забывал подписываться все до новых встреч еще друзья хочу вам дать один совет прежде чем вот разбирать снегоход там всякие коробки все остальное купите себе динамометрический ключ лучше 2 2 они с разными моментами 1 5 25 2 20 110 берете мануал и все болты гайки затягивайте с рекомендуем моментом чтобы не попасть как я на замену болта благо есть такие вот экстраторы очень прям выручили но зато теперь я пользуюсь динамометрическими ключами это не реклама на самом деле как бы ключи можете купить любые читайте отзывы можете взять и там дяди васи соседнем гараже дело ваш но что-то очень очень полезно рекомендую